Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Как справиться с чувством вины? Я работаю интернет-маркетологом и руководство выставляет для оценки моей работы конкретные показатели. К сожалению, я не всегда могу повлиять на показатели, которые от меня требуют. С другой стороны, мне кажется, начальству такая позиция удобна, так как всегда можно меня держать на коротком поводке. Мне нужно научиться принимать отрицательный результат своей работы, но чаще меня мучают чувства вины. Как заменять свое отношение к происходящему и адаптироваться после не всегда адекватных требований руководства. Смотрите. Во-первых, мотивация. Зачем я это делаю? Для чего я это делаю? Я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Зачем я это делаю? Я сам. Ну сама. Зачем я это делаю? Для чего? Потому что то, как реагируют люди, ну, ваша начальство, да, и так и так далее, ну эта история, она такая, она понятна, на самом деле. Потому что, ну, у начальство, да, у него, ну, свои какие-то задачи есть, вот, у начальства, вот, у начальства есть свои, ну, цели, да, и, соответственно, ну, эти цели начальства, начальства там надо выполнять. То есть, тут как бы, ну, на мой взгляд, тут все понятно. А вот ваши, вот ваши цели, какие они? Вот это вот мне кажется очень-очень такой важная вещь, вещь, потому что чувство вины, что вот, что я не соответствую там чему-то. Да? Оно приходит от того, что мотивация и цели других людей становятся, ну, становятся как-то, ну, важнее, чем то, чего вы хотите. То есть, ну, вы, получается, как бы, все время, да, все время сталкиваетесь с какой-то историей, а вы все время сталкиваетесь с какой-то историей, а вы все время сталкиваетесь с тем, по сути, что, что-то кому-то надо, что вот другому, ну, другому человеку нужно там, ну, вам нужно одно, да, мне нужно, мне нужно другое, вот. Вот. И вот в этот момент, в этот момент, играет роль, очень большую роль, играет то, что вот вам нужно, что чего вы хотите. Если вы не очень хорошо понимаете, зачем вы делаете, ну, то, что вы делаете, если вы не очень хорошо это понимаете, сами для себя не очень хорошо это понимаете, то, я думаю, абсолютно никакого шанса, что чувство вины ваше уйдет. Потому что, ну, любой, ну, любой более замотивированный человек, любой, любой более замотивированный человек, чем вы, вы, просто вы, просто вы, просто вы, просто вы, просто вы, чувствуете чувство вины в переднем, в переднем, потому что он чего-то хочет более, более ярко, более активно, а вы нет. Ваша мотивация слабее. Переоценка того, для чего вы делаете то, что делаете, очень важно. Это и то, зачем вы это делаете, то есть конкретные цели, это и ваше эмоциональное отношение к этому, да, то есть именно вот эмоции, какие у меня эмоции. Я это делаю вот из какого чувства, да, то есть для меня это что? Ну, кто-то может, в принципе, вот, справедливо сказать, да, например, что, там, я работаю ради денег, или я работаю, там, потому что ничего другого не умею, или, там, еще, еще, ну, еще какие-то вот есть, эм, эм, ну, цели еще какие-то, да, вот, если ничего такого у вас нет, вот, если вы не можете ничего такого сказать, придумать, эм, ну, имеется смысл, конечно, эм, эм, найти это, найти это имеет смысл, эм, ну, безусловно, посмотреть, вот, на это, именно такой, эм, именно с такой позиции, вот, и попробовать, эээ, вложить, в, эээ, то, что вы делаете, что-то свои, вот, попробовать это сделать, эээ, очень важно, эээ, дальше, эээ, вы сами говорите о том, что, эээ, ну, эээ, ну, вот, эээ, требование, эээ, эээ, вашего нашествия, да, является, неадекватным, неадекватными, вы сами говорите о том, что, ээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть вы чувствуете не свободу. Вот, не свобода, это очень такой интересный момент, на мой взгляд, связанный со следующим, когда человек естественным образом сталкивается с несвободой, а он чувствует злость, когда его как-то ограничивают, да, а человек испытывает злость естественным образом, и если эта злость подавляется, вот, то появляется чувство вины. То есть вот очень важный здесь аспект, очень важный аспект. Когда я обвиняю себя, я злюсь на себя, я бичую себя. Я злюсь на кого-то и бичую кого-то, вот, но я запрещаю себе это делать, запрещаю, я запрещаю себе это делать, потому что, ну, вот, так оно привычное, так оно безопасное. Вот, да, может быть, ну, воспитанное вами с детства, такая позиция, вот, поэтому очень важно эту злость перенаправить, да, если хотите, на адресатор, то есть на начальство, и разрешить себе злиться на начальство. Потому что, если вы считаете требования к себе неадекватными, то вы будете злиться, и злость необходимо выражать. Следующий, следующий момент, он вытекает из первого, вот, но я, вот, поместил его сюда, вот, потому что, по важности, он, вот, именно такой. Это эмоциональная вовлеченность в, ну, вот, то, что вы делаете. То есть, иными словами, да, это вот, своего рода, ну, такая, знаете, реализация эмоциональная, психоэмоциональная реализация. Если вы не вовлечены психоэмоционально в то, что делаете, то есть, если вы там, грубо говоря, если вы отвлекаетесь, если вы думаете о чем-то другом, если вы как-то вот, ну, значит, переключаете свое внимание, если не получается удержать внимание на, вот, в том, что вы делаете, да, допустим, то я думаю, что чувство вины появится, потому что вы полностью не реализуетесь, вот, ну, в том, что делаете полностью не реализуетесь, и, в общем-то, вам обидно, вас задевают, когда вас обвиняют. Ну, тут, в принципе, все вполне естественно, потому что вам говорят, вам говорят, например, да, ты, допустим, вам говорят, ты плохо сделала свою работу, вот. Ну, да, если вы эмоционально не вовлечены, были в процесс, да, вы будете чувствовать себя плохо. Это правда. Поэтому, так важно эмоционально быть вовлечены, чтобы у вас было ощущение, что вы сделали все, что могли, вот. Ну, в своей работе, да, и в своей деятельности, вот, чтобы вам было эмоционально, ну, психоэмоционально, что противопоставить людям, которые вам так говорят. И, пожалуй, последний момент, вот, на который я бы хотел обратить ваше внимание. Это момент, связанный с другом, то есть, знаете, как, в целом чувством длины, которая может быть токсичной, вот, ну, в целом, в принципе. Это может быть токсичное чувство вины, может быть. Когда вы, в принципе, из-за или по причине своего прошлого опыта, который у вас был, который у нас был, например, в детстве, в семье, вот, привыкли реагировать на, вот. Вот, ну, на обвинение, на обвинение, вот, вы привыкли реагировать, ну, негативно, негативно. Что, то есть, у вас, в принципе, такая реакция, да, она закреплена. Если это так, то работать нужно именно с детско-родительскими отношениями, вот. Ну, где, в общем-то, вот, скрыта эта история, где она берет на свое начало, вот. Потому что, получается, вот, ну, в этом случае, что вы, по сути, повторяете, вы повторяете то поведение, которое у вас было в детстве, вот. То есть, вот, ну, обвинение, у вас запускается в привычный механизм, вот. И все. И вы, в процессе, в процессе испытываете набор привычных ощущений, вот. То есть, это такой, вот, своего рода комплекс получается. Вот, ну, комплекс можно и нужно разрушать. Вот, вот, это, это не так, вот, не так сложно сделать, вот. При, ну, при наличии, при наличии желания, да, и при, вот, активности психотерапии. Вот, ну, вот, все в целом, я думаю, вот, такие моменты основные можно раскрыть. Вам будет проще воспринимать, как вы выразились, отрицательные, отрицательные результаты своей работы. Нам будет проще воспринимать, если вы не будете ориентированы на этот самый, на этот самый результат. Вот. То есть, если вы будете ориентироваться не на результат, а на то, чтобы выложиться по максимуму. Например, например, вот, я думаю, что в этом случае, в этом случае, вам будет существенно проще и существенно легче этот, ну, вот, воспринимать любой результат своей работы, не оценивая его. Ну, в принципе, не оценивая, как, вот, как вы это делаете, ну, сейчас, вот, сейчас вы выберете, да, и оцениваете. Вот это вот некое, мне кажется, ну, мягко говоря, ну, очень деструктивная, такая очень деструктивная позиция. Это говорит о неком таком, вот, знаете, дефиците, вот, собственно, ну, значимости, значения того, чем вы занимаетесь, вот, к сожалению. Ну, это, вот, хорошая новость заключается в том, что это можно скорректировать, да, это можно, значит, это можно поправить. Направить, вот, тут, ну, сложного, вот, не особо всего. Просто, вот, ну, не отходим, просто, вот, индивидуально работаем, индивидуально работаем с вами. И, в принципе, все. Вот, 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 как-то так, значит, желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Подписывайтесь.